Всем привет! Это подкаст Брислав и Ложечкин. Меня зовут Александр Ложечкин. А я Андрей Брислав. Всем привет! Сегодня моя очередь быть как бы ведущим нашего как бы подкаста. И сегодня у нас впервые в истории нашего подкаста продолжение. Пару выпусков назад мы не успели достаточно наговориться на тему сравнения стартапов и корпораций. И сегодня мы продолжим эту тему. Если вы предыдущий вдруг выпуск наш на эту тему не слушали, послушайте. Хотя если не послушаете и начнете отсюда, вы тоже много не потеряете. И начну я с темы, которую мы немножко затронули в прошлый раз, но толком даже и не коснулись. Это про превращение стартапов в корпорации. Наверное, любой стартап, когда создается, он мечтает стать большим и успешным. Но при этом, наверное, не мечтает превратиться в корпорацию вот со всеми этими традиционными атрибутами, стереотипными корпораций в виде бюрократии и прочее, прочее. Вот, Андрей, как ты думаешь, насколько процесс превращения стартапов в корпорацию неизбежен? Это, ну, наиболее неизбежно превращение стартапов в ничего. Как правило, стартап заканчивается тем, что просто вот заканчивается. Вот, но если какой-то успех случился, то, конечно... Ну, да, давайте, значит, два слова про то, что такое успех стартапа, да? Значит, мы, ну, именно называем компанию стартапом, а не просто каким-то бизнесом, когда мы хотим, чтобы она сильно выросла. Вот, и сильно вырасти компании по каким-то ее, там, бизнес-показателям, по, там, выручке прибыли, количеству пользователей, не вырастив сильно количество сотрудников, обычно не удается. Есть какие-то прецеденты, там, типа, супермало людей в некоторых компаниях работает, ну, как я понимаю, в Stack Overflow супермало людей работает, там, еще в паре мест. Но в целом, если у тебя, как бы, успешный бизнес, много пользователей, много денег, то ты с большой вероятностью имеешь много сотрудников, так или иначе. Вот, и в этом смысле, ну, как бы, когда у тебя начинается много сотрудников, то оказывается, что много людей ведут себя не по тем же законам, как мало людей. И приходится что-то придумывать, и, как правило, когда ты что-то придумываешь, получается корпорация. То есть, мы в прошлом выпуске с тобой много рассуждали на тему того, какими атрибутами можно руководствоваться для того, чтобы понимать, перед нами стартап или корпорация. Мы много их обсудили. Обсудили, что ни один из них не является определяющим, там нужно на комбинацию факторов смотреть. Но вот здесь ты сконцентрировался именно на количестве сотрудников. Будем ли мы это тогда, вот в нашем разговоре, считать как определяющий фактор корпорации от стартапа отличающий? Жен, это хороший вопрос. То есть, есть, конечно, компании, в которых много народу очень работает, но при этом там ощущение, что никакая корпорация не случилась, а случился бардак. И наоборот, есть компании с маленьким количеством сотрудников, которые при этом становятся очень бюрократизированными. Да, ну, на самом деле, конечно, не все примеры негативные. Короче, бывают исключения. Но так, как правило, приходится что-то такое корпоративнообразное делать, когда становится больше народов. Так что я бы считал это такой, ну, путеводной звездой, такой общей какой-то характеристикой. Ну, а дальше мы как раз можем разобраться в деталях, там, какие есть тонкости, отличия, особенности конкретных случаев и так далее. А вот немножко в сторону просто интересно порассуждать. Вот ты примел пример Stack Overflow, мне сразу в голову пришел пример Basecamp или все эти 7 Signals, компании, которые осознанно ограничивают свой рост и говорят, нет, мы не хотим быть корпорацией, мы хотим быть маленькими, потому что нам так по кайфу. Вот что ты думаешь, насколько в этом есть кокетство, просто компании, может быть, хотели бы, но не могут вырасти, и насколько в этом есть действительно осознанный выбор? Я вот в одном интервью слышал прекрасную фразу, что у богатых свои причины. Вот, понимаешь, ну, есть очень маленькое количество бизнесов, которые хотят вот, типа, сделать так. Ну, то есть у всех есть оригинальные идеи, вот у некоторых такая оригинальная идея. По продуктам конкретно с эти 7 Signals я могу сказать, что очень заметно, что у них тупо мало народу, потому что, конечно, ну вот мы пользовались Basecamp довольно долго в Альтере, это было очень больно, и очень видно, что он просто очень бедный по фичам продукт, и он бедный не потому, что это такой вот Apple-овский, значит, one button approach, а потому что просто тупо рук не хватает. Ну, то есть какие-то очевидные вещи не сделаны, просто неудобно, ну, очень видно, что это просто природа вещей. Хотя по Stack Overflow такого не скажешь. Со Stack Overflow всё хорошо, но там что-то хитрое, то есть я не знаю, получилось, никогда не заглядывал внутрь, с Джоэлом про это специально не разговаривал. А вот немножко забегая вперёд в нашем намеченном плане выпуска, но мне кажется, это будет здесь уместно, про эффективность. Про эффективность стартапов, эффективность корпораций. То есть с одной стороны, как ты заметил, когда ты маленькая компания, у тебя просто мало ресурсов, и ты можешь там не все гипотезы проверять, не всё там дотюнивать и так далее. С другой стороны, я человек, измученный корпорациями, много лет в них работал, и ты в прошлом выпуске приводил хороший пример, когда если твой коммит не пошёл в прот в этот же день, это ещё нормально, через неделю, да, а вот через год это уже плохо, а в корпорациях это происходит сплошь и рядом. То есть вот где вот этот оптимум эффективности, потому что мало, плохо, но и много тоже не очень хорошо. А я думаю, что нет какого-то одного оптимума эффективности, это как, ну, как, собственно, любая эквилибристика. Ты не находишься в каком-то статическом положении равновесия, ты всё время ловишь равновесие такое, значит, вот. И, ну, как-то адаптируешься к обстоятельствам и так далее. Очень много чего зависит от конкретных людей, да, то есть есть, например, компании, которые там очень много продуктов внутри каких-то прототипов разрабатывают, и они не выходят на рынок никогда. Есть компании, которые, наоборот, много чего выпускают, не будем показывать пальцем на Google, значит, а потом отлично это забирают обратно. Ну, как бы, очень по-разному бывает. И, ну, ты как-то приспосабливаешься, то есть тут одна ситуация, да, там, в каком-то тепле наверняка там какой-нибудь гигантский есть R&D, который, значит, порождает новые идеи в бесконечных количествах. Опять же, никогда не разговаривал с людьми из Apple про это, но думаю, что что-то такое есть, но они, понятное дело, почти ничего из этого не выпускают. Ну, там, во всяких супербольших, успешных корпорациях часто бывает какой-нибудь, там, здоровый лапс, там, или что-нибудь ещё такое, ксерокс парк, там, что-нибудь такое, значит, где люди, там, рожают какие-нибудь офигенные идеи. И, ну, как бы, понятно, это всё, как правило, не продуктизируется, как правило, это всё патентуется и кладётся на полку. Как себя чувствуют люди, которые там работают? Ну, наверное, неплохо, если они там продолжают работать. В смысле, что им прикольно, они там, значит, поделали прикольные штучки, не получили никакой ответственности за это. Очень радостно. Ну, инженерам же прикольно, они ещё не спаяли, а, ну, там, типа, шевелится, офигенно, класс, я молодец, а вот это всё, значит, геморроится, продавать это людям там и так далее, не надо. Ну, у этого есть свои плюсы. Но, естественно, что люди в продакшене, ну, стонут часто, что вот какой ужас, я не чувствую своего вклада, и это очень понятно. И это приходится балансировать. То есть приходится как-то, ну, с одной стороны, как-то подбирать таких людей, у которых всё-таки есть терпение хоть немножко на такие проекты, а с другой стороны, как-то всё-таки ускорять процессы, чтобы у нас там time-to-market был разумный. Ну, да, сложный баланс. И есть примеры такие, как, например, Microsoft Code. Мой любимый, наверное, пример, это когда корпорация случайно просто мимоходом порождает какой-то гениальный продукт. Я тогда ещё работал в Майкрософте, и у Майкрософта много-много лет был вот этот вот монстр в виде Visual Studio, который как-то там, как большой корабль, медленно поворачивал, в какую-то сторону шёл, очень активно проигрывал конкурентам по многим направлениям. А в это время в Швейцарии какая-то группа интернов летом в свободное от работы время пилила какой-то экспериментальный продукт на тот момент ещё экспериментальном, по-моему, даже движке. Электрон тогда, по-моему, ещё даже в релизе не был. И, в общем, что-то пилило-пилило, и как такой чуть ли не дипломный проект опубликовал, и внезапно это всё взлетело, и потом уже Microsoft, кстати, два года этого никак не замечал. Я тогда ещё, опять же, в Майкрософте работал, то есть всё комьюнити уже MS-кодом восхищалось, а внутри Microsoft все-таки говорили, нет-нет, это поделка. Это поделка каких-то интернов, мы этим не будем заниматься. У нас есть Visual Studio, мы её будем развивать. Ну, это вечная проблема корпораций, просто инерция, инертность. И более того, ну здесь же, я вот опять же знаю только анекдоты, я прямо с людьми из VS-кода про это не говорил, но у меня есть сильное подозрение, что успех VS-кода был сильно связан с командой TypeScript. А команда TypeScript это не просто какие-то люди с улицы, это Андерс Хайлсберг. Вот, если кто не знает имени, значит, Андерс Хайлсберг это Турбопаскаль, Борланд Паскаль, Дельфи, C-шарп, и теперь TypeScript. TypeScript. Вот, то есть как бы там человек понимает всё про девелопмент экспириенс в целом, да, то есть не только про языки программирования, а именно про среды разработки, про интегрированные среды, вот это всё, так что там всё нормально. А на самом деле рядом стоял человек, который прям очень хорошо во всём понимает, и он как раз такой очень как бы хендзон человек, корпоративных болезней у него, скорее всего, мало, поэтому там повезло ребятам просто очень, что был рядом правильный спонсор. Это, кстати, очень действительно хорошее добавление. Во-первых, Андерс Хайлсберг, это действительно, на мой взгляд, уникальный человек. Вот мы знаем людей, которые создали какие-то крутые языки программирования, ставшими мегапопулярными. Но человека, который бы создал три языка программирования, ставших мегапопулярными, наверное, два-то больше не существует. А этот человек создал три или четыре. Я в этом смысле, вот как бы если есть человек, на которого я равняюсь в этом качестве, то, конечно, да, Андерс, это... Ну, я там просто в детстве, когда учил языки, которые он придумал, у меня была радость узнавания. Я узнал, что Андерс разработал C-Sharp по дизайну C-Sharp, я не знал этого. Я просто смотрю на дизайн. Вот, ну, у меня был там, не знаю, в университете учился. Смотри, ну, ой, это какие-то вещи узнаваемые, такие знакомые, какие-то очень странные штуки, которые есть только в Дельфе, просто только в Дельфе. Наверное, есть что-то общее. И да, действительно. Да, прикольная история. И вот мы тут, получается, на этих анекдотах несколько тем затронули, которые даже намечали с тобой заранее в этом выпуске пообсуждать. Это и роль личности в стартапах и корпорациях. Вот Андерс Хелсбург, личность, которая действительно трансформацию превращает в успешный, по крайней мере, если не стартап, то начинатель чего-то нового. И про эффективность. Давай вот, может быть, по порядку их и пообсуждаем. Но возвращаясь теперь туда, где я нас увел, с магистрального направления, про неизбежность превращения стартапа в корпорации, наверное, можно постулировать, что за исключением каких-то девиаций, которые непонятно даже, насколько успешны или насколько закономерно успешны, если стартап успешен, то он рано или поздно корпорацией станет. Либо сам вырастет до какого-то безумного размера, либо вольется в какую-нибудь большую корпорацию и за счет нее будет скейлиться. Ну да, это как бы ожидаемый сценарий успеха. Есть всякие аутлайеры, но в целом стоит этого ожидать. И вот на твой взгляд, что происходит в этот момент, что происходит вот в этот момент роста, и когда вот эта точка бифуркации, или это все постепенно как-то со стартапом происходит? То есть можешь немножко порассуждать на основе своего личного опыта и на основе того, что ты видел по другим компаниям, как эта трансформация происходит? Еще вчера мы стартапы, такие, сегодня облинулись, ой, а мы уже корпорация. Ну вот, я не знаю, тут можно с разных сторон зайти. Смешно будет поговорить про недавний скандал в OpenAI. Вот, в OpenAI была какая-то ситуация, значит, что-то там случилось внутри, значит, поругались какие-то люди на борде. И борд очень публично уволил CEO, значит, ну, как абсолютно диким образом. И тут же, ну, там, не только CEO, да, еще там президенты, в общем, эти ребята быстро пришли в Твиттер, значит, подняли хай, и, в общем, довольно быстро стало понятно, что борд проиграл пиарную войну сразу, прям, сходу. Вот, что это значит? Это значит, что у этого стартапа был страшно непрофессиональный борд. Ну, что правда, там на борде сидели как бы люди, которые там что-то, это на самом деле был борд какого-то Charity там, там какие-то, ну, люди, которые другим хороши, они там какие-то ресерчеры про AI-сейфти релевантные, хорошие люди просто другим, они, ну, в корпоративной политике и вообще в пиаре не очень. Вот, и какая-то, ну, детская ошибка, но это вот как раз типичный пример процесса роста, когда, ну, ты делаешь какую-нибудь феноменальную глупость, то есть не говоря о том, там, надо было уволить Альтмана, не надо было уволить Альтмана, неважно. Вот так это сделать, чтобы проиграть пиарную войну с первого дня, делать было точно не надо. Вот, и просто, ну, ты как бы либо делаешь такую ошибку, либо тебя там, не знаю, кто-нибудь опытный поймал в последний момент за руку, чтобы ты не сделал такую ошибку, и ты в этот момент понимаешь, что, ой, игры кончились. Интересный пример про как раз борд, как, наверное, можно сказать, атрибут, один из корпораций, который отличает от стартапа. И, наверное, можно здесь, возвращаясь к нашей теме и прошлого выпуска, отличие стартапа от корпорации в governance модели. В стартапе все-таки решения концентрируются в малом количестве людей, и эти люди обладают возможностью принятия решений на всю компанию распространяющихся. Либо потому, что компания маленькая и легко это делать, либо потому, что сконцентрирована власть, еще что-то. А корпорация – это когда у тебя вот governance модель, у тебя есть management board, у тебя есть board of directors, у тебя есть акционеры, еще что-то и так далее. И у тебя уже для того, чтобы какое-то более-менее фундаментальное решение принять, тебе нужно с несколькими людьми договориться. Как ты думаешь, уместно ли вот этот атрибут использовать как фактор превращения помимо размера компании, о котором мы поговорили выше? Я думаю, что этот атрибут – это следствие в некотором смысле размера компании. Но это как бы такая терминальная стадия корпоративности, когда у нас там типа 10 уровней топового принятия решений, и уже, значит, все, мы как бы безнадежная корпорация. Ну, это почему происходит? Мне кажется, во-первых, потому что становится много интересантов, то есть много людей, которые потеряют много денег, если ты ошибешься. И эти люди начинают хотеть, чтобы ты свои решения об кого-нибудь обстукивал более аккуратно, чем просто поговорить в курилке, значит, со своими коллегами сегодня. И там тебе начинают, значит, на тебя навешивать сначала там один board, потом другой board, потом какие-то там отчетные встречи. Ну, на самом деле, скорее, сначала отчетные встречи, потом борды, но неважно. Вот, то есть, ну, понятно, борды есть у многих стартапов. Это такой, ну, это там элемент пиара, и инвесторы хотят своего представителя, чтобы он там что-то как-то посматривал. Но реально, как правило, у стартапов на более ранних стадиях фаундеры все равно владеют каким-то там контрольным пакетом. И в целом, ну, там, роль всех этих инвесторов – это, ну, там, просто отношения, какие-то там умные люди, люди, репутация, там, что-то такое, а фактически принять решение на фаундерах. А со временем, во-первых, оказывается, что и у фаундеров уже и голосующих акций-то не хватает, чтобы все решения принимать, потому что, собственно, они хотели денег на развитие. Ну, и там много других вещей, понятно, риски, если ты публичные, у тебя еще там миллиард рисков начинается и легальных, и у тебя есть какие-то крупные акционеры, которых ты вообще не заказывал, они там постепенно, значит, подросли. И, в общем, много всего такого может происходить. Поэтому, ну да, то есть как только ставки растут и количество интересантов растет, у тебя начинаются структуры, которые все это координируют. И получается, что цена ошибки у тебя возрастает, или, скажем так, цена ошибки возрастает с точки зрения людей, которые могут пострадать от этой ошибки, и поэтому все они хотят какой-то свой стейк как-то на это решение принимать, и как следствие решения все больше и больше становятся компромиссными, ну, по определению, потому что больше заинтересованных сторон. Ну, я бы сказал, поэтому решения больше и больше раз перепроверяются, поэтому тебе надо убедить больше людей в том, чтобы это решение, что это решение правильно, что его надо принять. То есть это, ну, как бы, рациональная часть этого в том, что просто больше людей должно подумать про это решение. Больше людей подумало, типа решение будет более качественным. Ну, мы знаем, что это иногда поворачивается так, иногда и так, но идея такая, что, типа, если один безумный человек там будет что-то такое творить, то он нас всех, значит, по миру пустят, будет грустно. А если мы как-то с ним, значит, будем много разговаривать, решения в идеале должны уточняться. На самом деле, получается по-разному. Ну да, и как следствие, неизбежно, если у тебя много людей, участвующих так или иначе в принятии решений, у тебя удлиняется процесс принятия решений, что делает автоматически корпорацию гораздо более медленнее, чем стартап, но вроде бы как за это у тебя решения получаются менее ошиб... Как это? У тебя какая-то страховка от ошибки, что не факт, потому что, как мы знаем, что скорость принятия решения – это неизбежный атрибут качества принятия решения. Если ты примешь правильное решение, но слишком поздно, может быть, лучше бы ты принял неправильное рано и успел бы его исправить. Да, ну, надо заметить, что вот если стартапы умирают почти все, то корпорации всё-таки умирают гораздо реже. Не то чтобы суперредко, но всё-таки гораздо реже, чем стартапы. Можно себе представить, что качество принятия решений тоже может играть роль какую-то. Ну, у них просто масса большая, быстро не умрёшь, но тем не менее. И умирают медленнее. Да, умирают медленнее. Но я хочу заметить, на самом деле, что в какой-то идеализированной картине такой, значит, прекрасного красивого мира можно было бы думать о том, что вот у нас в корпорации там типа важные решения, вот эти, про которые значит, Джефф Безос говорит, что ему надо принять там не тысячу решений, а три. Вот эти вот важные решения, их надо как раз обстукивать там об миллион народу, их можно принимать медленно, это стратегические какие-то вещи. И вот на этом уровне оно должно быть такое, значит, пережёвываться как-то там. А как бы решения менее рискованные, более локальные и так далее, можно было бы принимать и быстро. И совершенно не надо разводить вокруг них такие процессы и так далее. Но там возникают другие проблемы. Просто проблема контроля. То есть тебе сверху непонятно, что там творится, если все, значит, каждый, кто влезт туда под дрова, горизонтально, то есть тебе сбоку тоже непонятно, что тут творится, с кем я работаю, что происходит вообще. Одна и та же компания выводит на рынок, типа, три одинаковых продукта, не будем показывать пальцем на Amazon. И как бы, ну, это вот просто компромиссы, да? То есть ты либо будешь аккуратно синхронизироваться, и у тебя не будет такого бардака, значит, либо ты хочешь двигаться быстрее, ну и тогда у тебя начнётся, значит, риск кондишены. Ой, значит, три команды сделали один и тот же какой-то там watchdog, значит, для твоего клауда. Ну вот их теперь три. Ничего не поделаешь. Да, я когда пришёл из Майкрософта в Амазон, и там и там я занимался клаудом, после такого собора Azure, который был видно, что он сверху вниз, топ-даун запроектирован, и вот то, что ты в прошлый раз говорил, таунпленеры какие-то заранее придумали, где что будет сделано, ну а потом с разной скоростью уже реализаторы что-то там строили в этих квадратиках. И Амазон. Амазон – абсолютнейший базар в этой дихотомии собора и базара, где куча сервисов с очень сильно пересекающейся функциональностью, непонятно, какой в каком случае использовать, но зато они очень быстро почему-то эволюционируют и быстро растут. И вот Амазон как раз себя позиционирует, что мы на самом деле не корпорация с миллионом сотрудников, а мы 100 тысяч маленьких стартапов, каждый из которых автономен, и там как раз очень много обсуждается вопрос, что для нас важнее. Эффективность в смысле отсутствия дублирования или скорость разработки, и они говорят, мы за скорость, мы готовы жертвовать эффективностью, потому что мы действительно готовы три одинаковых продукта выпускать, но зато мы их сделаем быстро, а потом кто выживет, тот и выживет, потом какой-нибудь из них убьем, если вдруг нам надо будет экономить косты. И против подхода традиционного корпорации, где они нет, мы будем избегать дублирования, мы будем все делать один раз и на века, но в результате без Андерса Хейлсберга как-то инновации не получаются. Ну, я бы так Microsoft не ругал, Microsoft за последние годы сделал много инноваций очень крутых, там они научились, у них был период застоя, но сейчас уже все нормально. Но вот про Amazon, мне кажется, очень прикольная модель, мало компаний так делают, очень многие мечтают, очень многие говорят, давайте мы здесь делаем внутренний акселератор, у нас будут стартапы, вот это все, и получается очень редко. В Amazon получается прикольно, у этого понятные косты, ну и как бы понятные причины, почему в Amazon это в принципе можно, именно в Amazon Web Services, то есть в клауде амазонском, так можно. Вот, там, во-первых, профессиональные пользователи. Пользователи клауда это не просто консюмеры широкого профиля, это инженеры. Они что-то понимают. То есть можно рассчитывать, ну это как, профессиональные участники рынка, да, там, значит, есть довольно много в регулировании рынка, а сами пишут, что профессиональные участники полных, вообще полной ерунды не делают. Вот, здесь то же самое, если у тебя профессиональные пользователи, во-первых. Во-вторых, у Амазона, ну, видимо, достаточно денег, чтобы поддерживать сервисы достаточно долго, чтобы эти инженеры не говорили, что, ой, блин, я не буду ничем пользоваться здесь, потому что тут все забирают через два дня, и мне все время все приходится переделывать. То есть какой-то наработан механизм вот этого, значит, декомишнинга там и так далее, я так понимаю, что в основном состоит в том, что сервисы живут до бесконечности, там, типа, они не развиваются, но живут. Вот, и, ну, как бы, то есть у тебя economy of scale в этом смысле выглядит так, что тебе хватает рук, чтобы вот это все там не умирало. То есть не то, что у тебя одна команда, и она не может, типа, 10 сервисов, поэтому ты не можешь запустить 10 сервисов, а у тебя там 150 команд, и они поддерживают там 120 сервисов и еще 30 разрабатывают. Ну, знаешь, я вот расскажу, не знаю, насколько это будет в тему нашего подкаста, хотя, в принципе, в тему. Есть еще один не очень видимый снаружи, минус такого подхода, и он состоит в неконсистентности опыта, который ты даешь своим пользователям в случае с Амазоном в зависимости от дата-центров. То есть есть основные дата-центры Амазона, в которых у тебя все сервисы доступны и все прекрасно работает. А есть, на самом деле, большая часть, особенно недавно открытых дата-центров, последние там 2-3 года, в которых запущены только основные и самые популярные сервисы. А вот эти все новомодные или еще какие-то, они не запущены и неизвестно, когда будут запущены. И ты, как заказчик, очень сильно от этого страдаешь, что ты либо должен ходить в какой-то дата-центр, черти где находящийся с большим лейтенси, либо пользоваться своим подбоком, но при этом ограничивать себя только самыми популярными сервисами. То есть вопрос, на самом деле, как эта модель работает в лонгтерме. А еще вопрос. Все-таки пока что облака – это что-то новое, которое снимает сливки с рынка. Вот насколько в условиях выросших цен на электричество и все такое, вот эта модель сможет себя прокормить. И когда у нас облака станут комодити с очень низкой маржинальностью, насколько, опять же, такой подход с миллиона маленьких стартапов, параллельно работающих, сможет выживать. Да, это хороший поинт. Я не уверен, насколько он обобщается на другие бизнесы, кроме облаков, но поинт хороший. Мне кажется, что еще важный аспект, который дает Amazon возможность так делать, именно в веб-сервисе, это что, как бы, какую бы бизнес Amazon ни делал, все равно получается магазин. Значит, облако – это не то, что это какой-то один сервис, да, который ты продаешь. Облако – это много товаров, много сервисов, которые каждый монетизируется по-своему, и ты можешь себе позволить, опять же, профессиональным пользователям своим, дать возможность выбирать, и у тебя будет, ну, там, какая-то внутренняя конкуренция. Это не страшно, потому что мой магазин, в магазине товары друг с другом конкурируют, это нормально. Вот, это, как бы, тоже не в любом бизнесе такое, в принципе, возможно. То есть, если у тебя, представьте, какой-то более-менее, там, консистентный продукт, ну, монопродукт, неважно, Мира, там, какой-нибудь, да, вот, ты в нем не можешь сделать 10 команд, которые будут конкурирующие фичи делать. Как бы, ты можешь там сделать какой-то загон, где будет магазин с какими-то, там, не знаю, плагинами, что-то такое, но, как бы, в продукте в основном так нельзя. А клауд состоит в основном из плагинов, поэтому, ну, вот, плагинов, таких товаров, да, в магазине. Поэтому там чуть по-другому. Это, кстати, интересно, вот если попытаться тогда провести классификацию, каким образом стартапы, вырастая, превращаются в корпорации. То есть, мы один способ сказали, что это такой вырожденный, когда стартап говорит, а я не буду расти, я себя здесь остановлю. И мы два примера привели. Второй пример – это когда классический, классическая корпорация с governance-моделями, которая очень большая, нерискованные всякие решения принимает, все очень там запрограммировано, все очень структурировано, но медленно. Третий способ – это когда корпорация становится конгломератом стартапов. Способ не универсальный, работает не на всех рынках. И вот мне показалось, что можно еще четвертый сказать – это когда так модно сейчас создаешь ты marketplace. Когда ты не создаешь продукт end-to-end, а ты создаешь некую платформу marketplace, где миллион разных компаний ее и твою функциональность расширяет. Ну, что когда-то началось, там, не знаю, с айфоном, с его апстором, и дальше распространилось на разные другие рынки, когда компания, создающая продукт, даже не стремится создать полноценный продукт, а скорее создает платформу, в которой все остальные смогут потом это дело расширять. Ну, не знаю, я не согласен с такой характеристикой вот этих экосистемных маркетплейсов. Мне кажется, что это не сценарий развития стартапа. Это просто сложная бизнес-модель, доступная в основном только большим игрокам. Ну, я думаю, что туда можно не ходить. У меня есть другая мысль здесь про то, что очень многие стартапы, вырастая, не могут превратиться в корпорацию, и это сдерживает их рост. Ты имеешь в виду, не получается. А, то есть они, может быть, и хотят, но у них не получается. Да, они в смысле, что не могут, что у них есть… Да, расскажи про это что-то. Нанимаем много людей, мы хотим делать больше, 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 а больше не получается. Людей нанимаешь, а больше результатов не становится. Это типичная проблема. Ну, там, во-первых, зависимость нелинейная. То есть поначалу, когда ты добавляешь в маленькую команду еще одного человека, у тебя было пять человек. Ты добавил шестого, у тебя на 20% выросла производительность команды. Потому что накладные расходы на коммуникацию, там, на все остальное, они ничтожны. Вот, а в… там, когда ты… было у тебя 300 человек, а стало 500, вот тут, возможно, ты вообще ничего не заметишь, просто по законам природы. Ну, там, понятно, зависит немножко от твоей структуры. Но такое нередко бывает, что… Как бы у тебя выросли какие-то вторичные вещи, там, типа, надежность, там, какие-то, в общем, вторичные такие пользовательские метрики, которые важны. В смысле, надо было нанять этих 200 человек, чтобы у тебя продукт стал для пользователей, как бы, лучше. Именно такой. Он стал более взрослым, там, значит, все работало более гладко. Но ты не получил, как бы, никакого продуктового, по сравнению с конкурентами, никакого прорыва, да, никакого, там, selling point большого, ничего. Ты просто улучшил, там, уровень поддержки пользователей, грубо говоря. И это вообще распространенная очень штука, что ты, как бы, сделал что-то такое закулисное, никто ничего не понял, время прошло, а у тебя ощущение, что вот ты вырос, там, типа, почти в два раза, а ничего не случилось. Это одна вещь. А другая вещь, ну, в какой-то момент, там, типа, дорастаешь до каких-нибудь, там, малых тысяч человек и понимаешь, что все, управляемости никакой нет, ты вообще не понимаешь, что происходит. Вообще непонятно, что происходит. Куча всего не работает, многие жалуются, что, там, эти проекты заброшены, там, тут непонятно, что происходит, какие-то конфликты, значит, что-то люди недовольны, многие, там, какие-то продукты вообще застряли, не развиваются, хотя команды над ними, как бы, работают. Это все вообще просто разбегается в разные стороны. Насколько я понимаю, так много где было, там, ну, на подобные вещи жаловались многие такие инженерные компании. В JetPrenees много такой боли было. И, там, в Яндексе такая боль была, что, как бы, нет управляемости, вообще ничего не понятно. То есть, типа, невозможно рулить. И при этом, ну, в хороших случаях, про которые я говорю, ну, понятно, что с плохими случаями я просто не поговорил, потому что они умерли раньше, чем я успел с ними поговорить. В хороших случаях у тебя есть какой-нибудь прекрасный продукт, который кормит всю остальную компанию? Ну, там, реклама в поиске, да? Ну, как бы, можно вообще, там, все неправильно делать. То есть, пока есть какой-то поиск, реклама будет окупать все остальное. Ну, в принципе, то же самое, там, интелльджа-идея, как бы, приносит такую прибыль гигантскую, что не важно, там, все остальное, как бы. Вот, это тебе дает какую-то свободу маневра. И ты начинаешь каким-то образом приспосабливаться. Деньги у тебя есть, все идет не так, а, ну, ничего компания не разваливается, потому что просто есть огромный ревенюстрим, на котором ты сидишь. Вот, и там дальше, да, происходит какая-то адаптация. И инженерные компании очень хотят сохранить вот эту свою культуру творческую, чтобы там, значит, было поменьше бюрократии, чтобы решения принимали компетентные люди. Вот это все, значит, с одной стороны. А с другой стороны, оказывается, что, ну, как бы, если очень много компетентных людей собрать вместе, получится не, значит, гениальная организация, а толпа компетентных людей. Толпа компетентных людей, в первую очередь, работает как толпа, а не как, как бы, какая-то разумная штука. Вот, и просто, значит, ну, начинают, начинают придумывать какие-то разные способы организации. Ну, естественный способ в любой такой компании, если там есть хоть какое-то деление на разные продукты, это сделать продукты друг от друга максимально независимыми. Это тебе мешает их интегрировать, то есть у тебя, ну, слабая, слабая связь между продуктами. Вот, а это, на самом деле, важная синергия, их становится сложно использовать, потому что, значит, мы хотели развязать все команды, чтобы снизить размерные задачи, но, значит, у нас оказалось, что продукты друг от друга далеко стоят и друг друга не усиливают. Вот, это, как бы, одно решение у него свои минусы. Вот, другое решение наводить какую-то, значит, структуру с координацией наверху, каких-то там добавлять уровней менеджмента и коммуникационные просто процессы разгонять, чтобы, значит, информация циркулировала. Очень тяжело работает, это как раз издает бюрократию, вот это все, потому что оказывается, что там, типа, информация ходит сложными путями. Люди делают так, вот, люди делают, ну, некоторые просто делят кампании на части, там говорят, что окей, вот это, значит, вот это, а тут у нас будет, не знаю, какой-то плейграунд, где мы будем делать какие-то безумные вещи, значит, вот и хорошо, и некоторые люди на этом успокаиваются, им нравится, что вот у нас тут есть какое-то, значит, экспериментальное поле, где что-то происходит, а там вот это зарабатывает деньги, ну и хорошо, вот оно печатает деньги, мы их сюда вливаем, очень здорово, вообще всегда мечтал так жить. Вот, так что, ну, как бы есть разные подходы, но в этом деле очень много ловушек. То есть, очень легко оказаться в этой ситуации такого неуправляемого, непонятного, непонятно куда идущего, демотивирующего в целом стартапа, который вроде как и хорошо себя чувствует, но все понимают, что что-то не так, и легко оказаться в ситуации забюрократизированной, когда вот мы хотели как лучше, а получилось, что супертрудно работать, все очень туго, медленно и бесит. Знаешь, вспоминается книжка советского фантаста Ефремова «Лезвие бритвы». Я ее в свое время прочитал, очень рекомендую, она ужасно занудная, ее очень тяжело читать, но удовольствие получаешь, может быть, отчасти потому, что через боль проходишь и такой гордишься собой, что прочитал. Не буду ничего про книжку рассказывать, кроме названия. Название у нее специально такое сделано, и даже автор там философствует на эту тему, что очень много в жизни есть ситуации, когда тебе нужно оказаться на лезвии бритвы, потому что даже не шаг влево, шаг вправо тебя в пропасть кидает, а даже вот чуть-чуть ты на миллиметр сдвинулся, все, ты уже в пропасти. И этот баланс очень тяжелый. Вот то, что ты описал, мне кажется, тоже подходит под вот эту метафору лезвия бритвы, потому что ты чуть-чуть отклоняясь от оптима, либо сваливаешься в ужасную бюрократизацию, либо сваливаешься в ужасный бардак, а найти вот этот вот узкий путь, да еще и который, этот оптимум во времени постоянно меняется, невероятно тяжело и требует каких-то даже, может быть, не усилий, а какого-то гениального провидения, потому что, опять же, найти этот баланс не раз и навсегда нужно, а его в каждый момент времени приходится заново искать. Ну, я насчет провидения не соглашусь. Мне кажется, что там как раз очень высокая корреляция между успешностью таких трансформаций и тем, насколько люди у руля хотели вообще посмотреть, как это другие люди делают. То есть вижу, ну вот, из своих знакомых довольно большую зависимость между тем, что, значит, мы тут все сами будем придумывать, как хотим, и не будем смотреть, как у других, и тем, что получается какая-то фигня. Вот. На самом деле у меня есть другая аналогия про управление кораблем. Вот даже если у тебя не очень большой корабль, как это яхта, там есть существенная задержка между моментом, когда ты повернул штурвал и моментом, когда повернулся корабль. Ну, там, понятно, чем меньше скорость, тем это заметнее. Ну, в общем, есть задержка. И это очень интересная история. На самом деле, чем больше корабль, тем это все сильнее играет. Вот. Я стоял там у штурвала фрегата, и это очень странное ощущение. То есть ты типа что-то крутишь, и надо подождать. Ты привык, что ты, ну, как-то хочешь себя проверить, что ты там правильно крутишь, там, сколько надо, куда надо. Вот не надо, ничего делать, дергать штурвал, не надо. Вот. И здесь то же самое. То есть ты как бы в большой системе, в большой структуре ты какие-то изменения сделал, ты не получил прямого отклика сразу от системы, ты получил мнение обратно. Тебе сказали нравится то, что ты объявил, или не нравится. Но как это будет работать, неизвестно. И надо ждать. Обратная связь будет попозже. Это очень сложно. Ты в это время куда-то отвлекся чем-то другим заниматься. Какой-то другой штурвал покрутил в другом месте, да, значит, оно все тоже как-то теперь вместе поворачивает. Непонятно как. Вот. И это, ну, просто очень сложная система с очень контринтуитивными устройствами управления. Надо ждать все время. Обратной связи нет. Ну, или она очень долго поступает. Обратная связь с большой задержкой поступает. Да, и это дополнительная сложность. То есть ты, во-первых, не знаешь, как будет, а во-вторых, у тебя вообще есть ощущение, что ничего не произошло. Ты, типа, очень старался, что-то там вырабатывали какую-то там, что-то такое, пошли внедрять. И, ну, дальше они пошли внедрять, а ты же как бы не можешь на там, не знаю, 10 тысяч человек что-то сам бегать внедрять. Ты там, ну, так, типа, заглядываешь, как там оно шевелится, и все. И, типа, нельзя больше дергать этот штурвал. Надо посмотреть, как он устаканится. Потому что ты не знаешь, что там надо поменять, пока оно хоть как-то не приняло форму. Реально. Ну, вот эту аналогию, если развивать. Как этому можно научиться в реальном управлении кораблем, кроме как на опыте? Как ты поймешь вот эту задержку в обратной связи, и насколько нужно крутить штурвал, чтобы курс изменился на 15 градусов? Слушай, ну, я тебе скажу, что, во-первых, вот в управлении кораблем, ровно как в управлении компанией, очень помогает, когда тебе кто-то сказал, чувак, не дергай штурвал. Штурвал. Просто, типа, да, ты сейчас повернешь штурвал, а оно не повернется, надо подождать. Вот. Это прям очень помогает. Прям очень рекомендую. Вот когда кто-нибудь другой, не важно, в книжке это прочитал или кто-то опытный тебе сказал, или просто здравый смысл, не важно. Просто быть предупрежденным о том, что ты сейчас чего-то там придумал у себя в голове, а внедряться будет год, это уже очень полезно. Просто понимать, что тебя предупредили. Это одна вещь. Другая вещь, ну, опять же, если ты, как бы, тут вообще вся вот эта история про изменение организационной структуры и какие-то оптимизации в ней, любые трансформации, это вообще-то навык. И, конечно, если ты начал что-то менять в своем стартапе, пока он был маленький, ну, то есть там вырос, ты не знаю, от пяти человек до пятидесяти, и понял, ой, надо что-то поменять, нам нужны такие штуки, такие штуки, такие штуки. Вот. Ну, на таком масштабе обратная связь будет побыстрее, там, не год внедрять, а месяц. И ты будешь чувствовать как-то, что вот это вот происходит. И так далее, да? То есть, если ты как-то этим занимался и как-то осознавал, что вот у тебя этот процесс как-то так устроен, у тебя будет интуиция нарабатываться. Ну, это, естественно, эксперименты на живых людях, там, ну, они никуда не денешься, все равно, что компания выросла, надо что-то делать. Вот. И мне кажется, что комбинация вот этих двух вещей, как бы раскачивать эту мышцу, пока вы маленькие, и слушать других, в целом, ну, очень важно. То есть, ну, я не знаю, там, решает ли это все проблемы, но это очень важно. Либо, как мы говорили выше, разделять большой корабль на много маленьких лодочек, у которых задержка обратной связи меньше. Да, ну, если у тебя есть способ как-то эти лодочки при этом координировать, да? То есть, есть вариант, когда у тебя... Это просто отдельная организация, ну, то есть, когда ты как фаундер, у тебя не одна компания, а холдинг, там, из 50 абсолютно независимых компаний. Ну, это для людей, у которых очень короткие attention span, и они, значит, такие переключаются между 50 вещами, ну, некоторые так живут. Вот. Но эти компании не будут очень большими сами по себе, если ты им не дашь как-то масштабироваться внутри, да? То есть, говоришь, ой, не-не-не, у вас стало 50 человек, все делим на две, ну, тогда предел роста очень небольшой. Да, интересно. Давай тогда вот поговорим про еще один способ превращения стартапа в корпорацию, помимо роста, это когда стартап покупается большой компанией. Да, слушай, ну, вот это, это на самом деле интересная история, ну, у нас сейчас вот этот процесс идет в Вальтере, процесс переговоров по продаже компании, и мы уже, ну, какое-то время там в этом всем находимся, так что у меня какой-то опыт вот только мой, других нету, но что-то я могу рассказать. Это на самом деле очень интересный момент, то есть, как бы, процесс вливания стартапа в какую-то большую компанию или вообще процесс вливания одной большой компании в другую, это, естественно, очень большое преобразование. То есть, опять же, если тебя покупают холдинг, и он тебе говорит, а мы у вас ничего не будем менять вообще, вот мы вам просто дадим форму отчетности, и вы нам будете раз в квартал показывать отчетность по этой форме. «Все». Ну, и очень многие так говорят, а потом, получается, не это, конечно. Вот, но в целом эта модель, она, конечно, наиболее безболезненная, вы там пережили как бы стресс того, что у вас теперь все по-другому, у вас там начинаются какие-то маленькие аспекты интеграции, что вот, а в этом холдинге есть другая компания, с которой вы можете сотрудничать, вы начинаете как-то на других условиях с ней разговаривать, там еще что-то такое, начинаете ходить на эти вот отчетные митинги, какие-то борды, там еще что-то такое, постепенно привыкайте. Ну, а там и дальше какая-то, может, интеграция произойдет, может, не произойдет. Это очень-очень ласковый, как бы, способ. А если тебя покупает какой-нибудь, типа, стратегический инвестор, как это называется, да, условно, там, не знаю, Яндекс, там, Сбер, еще кто-нибудь большой, Mail.ru, то может быть очень по-разному. Ну, то есть вот если тебя покупает Mail.ru, Mail.ru сам по себе действует как холдинг, у него много больших компаний, но если тебя покупает внутри Mail.ru какой-нибудь, там, не знаю, ВКонтакте или еще кто-нибудь такой, то ты будешь туда интегрироваться. И там, значит, есть такая гигантская компания с ее структурой, уже с ее культурой, и ты такой, у тебя все по-своему. С самых базовых вещей, с твоей инфраструктуры, на чем у тебя все ранится, какие ты используешь тулы, как у тебя финансы, там, бегают, через что ты принимаешь платежи, как у тебя написаны все документы, там, какие-нибудь, там, пользовательское соглашение и так далее. Все, все это процессы, там, это все надо будет постепенно, как-то унифицировать с большой компанией. Это сложная задача, и вообще ее разумно обсуждать прямо в процессе переговоров о покупке, типа, как мы будем это делать. Ну, и там часто выясняется, что, ну, поскольку в стартапе, как бы, стартап для покупателя это довольно непрозрачная штука, то есть, ну, туда можешь заглянуть какие-то, там, финансовые показатели, что-то с людьми поговорить, но вообще, как все работает, не очень понятно. Вот, и поэтому люди, например, стремятся, как правило, фаундеров залочить, чтобы они какое-то время работали после покупки компании над этой компанией, чтобы не было такого риска, что вот, ну, просто все держалось на фаундере. Ты фаундера убрал, оно все просто развалилось. В стартапе, наверное, это скорее типично, чем исключение, что все держится на фаунде, ну, или многое зависит от фаундера. То есть, если у тебя компания человек на 100, то вероятность того, что там все держится на фаундере очень большая. Если компания там на 2000 человек уже там, ну, как-то этот фаундер должен очень быстро бегать, чтобы там все на нем держалось. Но, тем не менее, то есть, ну, для, типа, когда ты там единицы сотни человек в компании, которую ты покупаешь, это очень разумно ожидать, что там все держится на фаундере. Вот. Ну, вот у нас, например, это чуть другая ситуация, потому что мы наняли себе си-левел, и мы сейчас очень невовлеченные фаундеры. Поэтому у нас условия другие. Но пока у нас вот такого си-левела не было, или там он только-только интегрировался, переговоры шли именно в таком ключе, что, типа, ну, вот мы сейчас купим у вас 51%, или там, ну, в общем, какой-то контрольный пакет. Вот. И дальше вот у нас будет какой-то, значит, там, период, два года, через два года мы у вас докупим остальные 49 по, там, оценке, которая проапдейтилась, конечно же, компания вырастет, все будет хорошо, там будет очень много денег, но вы, пожалуйста, поработайте это время, потому что без вас оно все просто развалится и не будет ничего стоить. Ну, то есть, типа, опциона такого, который тебя мотивирует остаться. Типа того, но там, да, это, типа, я так понимаю, put-опцион, как ты так это называешь, я могу запутаться сейчас, но неважно. Да. Окей. А вот мы записываем для наших слушателей, скажу, с некоторым лагом наши выпуски, мы их записываем в стол, чтобы потом опубликовать. И вот как раз вчера прошла новость про трансформацию Яндекса и про то, что Яндекс в процессе этой трансформации передает часть компании топ-менеджменту. И для меня это очень интересный и такой отрадный кейс, когда фактически получается, что покупатель компании хотел бы, чтобы руководство компании стало в доле, то есть были наемными менеджерами, а стало в доле. И, видимо, хочет, чтобы это руководство осталось подольше и, как я понимаю, сохранило в том числе и культуру компании. Часто принято говорить, что культура – это что-то такое эфемерное и непонятное, а вот в этой сделке как раз видно, что культура – это вполне себе осязаемая и квантифицируемая в деньгах сущность. Что думаешь про это? Мне говорит это две очень важных вещи. Во-первых, мне это говорит, что покупатели понимают, что такое Яндекс. Вот, потому что мне кажется, что как раз такая вот невероятная важность культуры – это не универсальная штука. То есть вот Яндекс действительно очень зависит от своей культуры, потому что это вот такая инженерная организация, его как раз там люди изнутри очень часто ругают большим стартапам, что там, значит, много чего как-то очень там криво непонятно долгое время было, там оно со временем менялось, но тем не менее, что уже, типа, компания была большая, а процессы были какие-то, значит, такие наколеночные и так далее. И это, ну, тот факт, что это все вообще держалось, связанно, во-первых, с тем, что, опять же, есть огромный ревенюстрим, а во-вторых, с тем, что просто, ну, действительно очень там умные, ответственные люди, и это важная часть культуры компании, уважение к вот этим вот суперквалифицированным инженерам, которые там работают. И вообще вся вот эта вот история, она очень специфична для Яндекса, очень немного таких компаний в мире. Они есть еще, но их как бы не миллион, абсолютно. И в этом смысле очень здорово, что люди, которые это покупают, они понимают, что Яндекс – это там не Проктор Энгэмбл, как бы, это по-другому устроен. Хотя подозреваю, что в Проктор Энгэмбл Энгэмбл о своей уникальной культуре тоже очень много говорят. Знаешь, я вот буквально совсем недавно разговаривал с человеком из, на самом деле, не из Проктор Энгэмбла, а из Кимберли Кларк, это то же самое, ну, каким-то там, действительно, низовым сотрудником. Вот. И там, вот, там такая, типа, корпорация во всех смыслах. То есть там как раз там, типа, вывеска какая-то есть, какая-то культура, она меняется периодически, значит, ничего при этом по факту не происходит, меняется вывеска. Вот. И, ну, и такая очень, значит, странная балансирующая конструкция, она гигантская, естественно, там, ну, я сейчас говорил с человеком из логистики. Значит, вот ты там, значит, рулишь каким-то грузопотоком на какие-то, типа, десятки тысяч грузовиков, значит, по Африке. Вот. А тебе не отвечают на простые вопросы, типа, как можно страховать грузы, а как нельзя. То есть, ну, вот, ну, как бы. Да-да, я понимаю, о чём ты. Это всегда очень забавно звучит, и в этом как-то столько лицемерия, особенно, когда это, говорят, действительно огромные и очень, огромные корпорации, работающие на очень established таких комодити-рынках, которые уже давно не меняются, и вроде бы там всё устаканено. У меня есть один знакомый, который успешно строит карьеру, переходя из одной корпорации в другую. И каждый раз, когда я вот каждые два-три года читаю в Линктыне у него, как он счастлив перейти в новую корпорацию, он говорит, я перешёл в эту корпорацию, потому что меня поразила культура этой компании. Со всеми, с кем я общался, через них сквозит, насколько уникальна культура этой компании. И каждый раз это звучит очень искренне, но когда ты отлистываешь назад его ленту Линктына и видишь, что с предыдущей компанией было примерно то же самое, это звучит довольно забавно. Да. Ну вот, я про культуру на самом деле хочу сказать, что мне кажется, что есть компании, которые именно в части культуры много чего сделали и за счёт этого много чего выиграли. То есть, действительно, ну вот там, Амазон, который мы много раз вспоминали, у него действительно очень другая культура по сравнению с другими компаниями. И я не знаю, насколько она там реально помогает выигрывать на рынке, но то, что для людей, которые там работают, для части из них это классно. То есть, вот да, у нас тут, значит, такое всё, значит, все такие бодро бегут там и так далее. А также, не знаю, читают 15 минут в начале митинга бумажку вместо того, чтобы разговаривать. Вот. Ну, многим-то нравится. Кому-то не нравится, естественно. Это там никогда не будет универсально. То есть, для каких-то сотрудников это реально селинг-поинт. То, что тут вообще есть какая-то культура. Типа, Амазон вообще оригинальный. И мне кажется, что это, когда человек ищет себя на рынке, особенно там относительно опытный, он уже там разочаровался просто в том, чтобы, типа, любая работа, и слава богу, и что-то теперь ищет, он может вполне честно думать, что он ищет какую-то правильную культуру, в которой ему будет хорошо. И дальше, ну, вот он когда видит, что, ой, здесь всё не так, как было раньше. Раньше мне было плохо, наверное, здесь будет по-другому, я буду более счастливым здесь. Может абсолютно искренне считать, что вот это другая культура, наконец-то, сделает мне хорошо. И иногда так и бывает. Ну, иногда оказывается, что там вообще не в культуре был вопрос, а у него какие-то другие вещи там не работали. Вот, так что мне кажется, что это довольно важная штука, особенно на динамичных рынках. То есть вот всякие IT-компании, включая гигантские, они работают всё-таки на довольно бодрых рынках, где нехилая конкуренция за инженеров, по крайней мере, ну и там за других квалифицированных людей. И, ну, надо как бы привлекать людей работать не только там зарплатой, бонусами, да, не только содержанием проекта, но и тем, каково тебе здесь будет, потому что человек может выбирать. Вот тебе здесь будет как? У тебя здесь будет типа расслабленная пенсия до упора или у тебя здесь будет бодрость и, значит, ты будешь всё время там с кем-нибудь на перегонки бегать, вот. Или у тебя здесь будет, там, не знаю, НИИ, в котором вообще полная свобода или ещё что-нибудь такое. Ну, в общем, люди разные вещи продают, как бы, именно как способ привлечь к себе сотрудников. И при этом и на своём опыте, и наблюдая своих знакомых, которые работали в других компаниях, с разной культурой, причём эволюционирующей культурой, я склонен думать, что культура очень часто является отражением рынка, на котором ты находишься. Вот мы упоминали уже, например, компанию Яндекс, которая состоит из двух, если не больше, очень разных компаний. Это компания, которая занимается всякими онлайновыми штуками и компания, которая занимается оффлайновыми штуками, ну, то есть, там, не знаю, маркет, такси и так далее. Вот то, что я слышал снаружи на основе отзывов своих знакомых, культура в этих двух частях Яндекса очень разная. В одном более агрессивная, в другом более такая с одуванчиками и со всем остальным. И вроде бы можно было бы сказать, что это всё от руководителей зависит или так далее, но я склонен скорее думать, или, например, сравнивая Амазон и культуру Амазон веб-сервисов с культуру ритейловой части Амазон, что в том числе, как минимум, это определяется рынком, на котором работает компания. И если это рынок конкурентный, низкомаржинальный, как, например, ритейл или, как, например, оффлайновые бизнесы, то ты неизбежно будешь вынужден культуру внутри своей компании тоже делать более агрессивной, более компетитив и так далее, потому что иначе тебя просто разницей давление разорвёт или сомнёт. То есть, допустим, ты работаешь на суперагрессивном рынке, ты не сможешь внутри компании сделать тёплую ламповую атмосферу, где все будут одуванчики друг другу дарить. Не работает так. Ну, обратное, наверное, возможно. Ну, в общем, я к тому, что культура, она не только желанием фаундеров или там руководства определяется и, может быть, даже не столько. Вот что думаешь про это? Слушай, я соглашаюсь, да. Ну, то есть, влияние точно есть. Мне кажется, очень сложно рваться на перегонки с конкурентами голова к голове, там, где надо реально прям толкаться локтями, будь здоров, как, и при этом внутри быть всеми такими ламповыми. Просто, ну, есть тогда разрыв между ощущением, как бы, куда хочет компания и нашими ценностями. Да, если мы такие, значит, за мир, пацифизм и никаких конфликтов, а у нас тут, значит, при этом какие-то прямо столкновения с конкурентами, будь здоров, какие, ну, это не получится просто. Будет разрыв, ну, будет ощущение лицемерия или просто не хватит запала это сделать. И вот, я ещё хотел добавить, что мне кажется, что мы это больше всего почувствовали, на самом деле, в стартапе в Альтере, в меньшей степени в Джетбринсе, но тоже было, что на самом деле, когда ты человека, как бы, собеседуешь, твоя задача же, как бы, продать ему позицию, не только узнать, хорош он или нет, но ещё и чтобы он захотел к тебе прийти. И вот для ситуации нашего стартапа точно очень большую роль всегда играла миссия «Зачем мы тут?» и как эта миссия согласуется с тем, как мы здесь работаем, да? То есть, вот если мы там про психотерапию, mental well-being и так далее, это значит, что у нас культура работа такая, что мы бережём людей, что мы там внимательно относимся к психологическому состоянию, вообще как-то стараемся друг друга понимать и так далее. Ну, в общем, какие-то вещи, там, ходим на терапию, например, сами, они должны быть согласованы. То есть, не может быть какого-то очень резкого противоречия между миссией компании, декларируемой, и внутренней культурой. Ну, если только внутренняя культура не состоит в том, что мы всех обманываем, прямо так вот ты говоришь с сотрудниками, мы всех обманываем, мы представляемся белыми пушистыми, на самом деле мы страшные совершенно волки в овечьей шкуре, у нас вот такая прикольная, значит, организация, в которой мы вот, типа, всем морочим голову, хочешь к нам. Некоторые люди скажут, конечно, всю жизнь хотел всех водить вокруг пальца, но понятно. Мы не верим в психотерапию, считаем это шарлатанством, но мы считаем, что на этом можно зарабатывать деньги. Да, ну, если представить себе, ну, довольно легко себе представить, что могут быть какие-то абсолютно циничные бизнесы, ну, я имею в виду циничные с точки зрения отношения к пользователям, да, ну, там, не знаю, думаю, что довольно многие игровые бизнесы, какие-нибудь там онлайн казино и так далее, совершенно четко понимают, что их пользователи как бы теряют там деньги и вообще плохо живут некоторые. При этом есть те, кто считает, что это проблема и старается делать так, там, их как-то ограничивать и делать так, чтобы они, наоборот, не терялись, а кто-то, наоборот, говорит, да, отлично, наша задача, значит, быстро выжить из этого человека, выкинуть его и искать следующего. Две разных бизнес-модели, совершенно разными моральными принципами, потому что бизнес как бы одинаковый. Вообще невероятно интересно мне, надеюсь, тебе и нашим слушателям, тоже дискуссия про культуру, но я чувствую на себе миссию ведущего этого выпуска и понимаю, что мы немножко ушли от мейнстрима, где мы сравнивали корпорации и стартапы. Может быть, давай все-таки сюда как-то стартапы-корпорации вернем. Ты очень интересную вещь сказал, что в Альтере, в стартапе для тебя невероятно важно было, чтобы миссия соответствовала, ну, чтобы приходили люди, которые разделяют эту миссию. Вот чтобы не зря мы вот это все говорили про культуру и в контексте темы стартапов и корпораций, ты видишь какую-то разницу или там и там культура важна, или может быть, где-то она важнее или еще что-то? Ну, это хороший вопрос, надо подумать. Мне кажется, что в стартапе это прям такая довольно очевидная вещь, потому что от каждого человека довольно сильно зависит что-то прям в реализации этой миссии. То есть очень короткий путь от вклада конкретного человека до этой миссии. У тебя будет очень мало людей, которые не работают на миссию напрямую. А в корпорации миссия – это что-то такое очень зонтичное, большое, далекое, и как бы day-to-day работа конкретных людей, она может вообще с этой миссией соотноситься очень абстрактно. То есть она не должна и противоречить, как бы, по-хорошему, но может быть очень, как бы, сложная ассоциация между этими двумя вещами. И в этом смысле мне кажется, что в корпорации это отдельное такое искусство делать так, чтобы люди чувствовали, что их работа какое-то отношение имеет к миссии компании. И вот это как бы часть такого построения культуры слэш просто внутренней коммуникации – довольно сложная творческая задача. Так скоммуницировать внутрь большие идеи, которые интересуют там тех, кто где-то далеко, высоко у руля, внутрь, скоммуницировать их таким образом, чтобы люди как-то вдохновились и почувствовали, что это действительно про них, и они действительно вот здесь на работе это делают, и поэтому, значит, они будут так хорошо работать. Вот. Мне кажется, что это, ну, это на самом деле много у кого не получается. Довольно часто бывает, что мы понимаем, надо придумать какой-то лозунг, надо придумать какой-то лозунг. Мы подумали три дня, мы придумали какой-то лозунг. Мы, ну, типа, потом его сказали, все поржали. Типа, как-то очень странно. Вот. Это сложно. В маленькой компании это проще гораздо сделать, потому что это, ну, гораздо меньше людей, ты их более-менее знаешь, ты понимаешь, к ним зайдешь, в конце концов ты можешь там с несколькими из них поговорить, и это тебе даст очень хороший сэмпл. А в большой компании ты не можешь так сделать. Не можешь, типа, из компании на тысячу человек выбрать сто, им рассказать. Как бы мы собираемся такое объявить, да, пойдут слухи. Но можно по-другому, естественно, да, можно там советоваться, приходить. Но просто я к тому, что задача гораздо более сложная. Вот. И кажется, что такие вот короткие классные формулы, которые прям хорошо заходят и формируют культуру, это относительная редкость. То есть, вот у Амазона там сколько там, 14 принципов? Это вообще довольно длинная формула. Ну, как-то что-то получается. Но Амазон, надо сказать, очень настаивает на том, чтобы прямо эти принципы непосредственно имплементировать. Вот. Ну, а очень часто бывают какие-то довольно абстрактные слова, которые непонятно, как бы же не применить, и просто они не работают. Ну, кстати, если говорить именно о миссии, то у Амазона она звучит быть самой кастомер-рент от компании на земле. Ну, что, я так понимаю, совпадает с первым принципом? Кастомер-обсессион. Да. И я вот, кстати, когда ты говорил, задумался на этот счет, и мне кажется, что когда ты стартап и миссии свои обозначаешь быть самой клиентоориентированной компанией на земле, то это автоматически очень сильно твой масштаб расширяет. Если бы они сказали, мы хотим лучше всех продавать книжки, может быть, они бы на всю жизнь не остались книжным стартапом. А раз уж они для себя заявили такую широкую миссию, им в том числе и вынужденно приходится на разные новые рынки выходить. Слушай, а не с самого начала сказали же именно так? Ну, может быть, не прямо вот когда там Джефф Безо в своем гараже что-то в Бельве делал. Я бы на месте компании, которая продает книжки, сказал, что мы хотим очень хорошо продавать книжки. А потом, когда мы подросли и думаем, а во что мы выросли, типа, кем мы хотим стать? Вот тут я бы уже сказал что-нибудь более общее. Потому что когда ты... Ну, вот я представляю себе, что любой стартап, который B2C, может сказать, что он хочет быть самым клиентоориентированным стартапом в мире. И это ничего не говорит о том, что ему надо делать сегодня. Ну, вообще ничего. Эта миссия, я говорю, бесполезна. Ты знаешь, я вот параллельно, пока ты говорил, все-таки поискал. И, ну, по крайней мере, первое, что я нашел в списке, что с 95-го года у них миссия была «To be Earth's most customer-centric company». Прикольно. Да. И, может быть, это и определило их успех, потому что миссия звучит вот как-то очень глобально. Непонятно, не определило, но, по крайней мере, не помешало. Не помешало точно. Я думаю, что это связано с тем, что имеет ту же причину, что и люди, которые добросовестно читают 10 минут в начале митинга бумажки, это кто-то был прямо очень занудно проводил свою волю, значит, имел какой-то очень конкретный вижен про то, как надо жить, и проводил его вниз прямо суперэффективно. Да. Да. Это точно. Так и было. Ну что, у нас час прошел, как всегда, незаметно, и, как всегда, есть ощущение, что темы мы только коснулись боком. Видимо, придется еще 15 выпусков записать про сравнение стартапов и корпораций, и я хочу обратиться к нашим слушателям. Пожалуйста, напишите, хотели бы вы еще что-нибудь, чтобы мы обсудили на тему стартапов и корпораций, а еще мы тут задумались, раз уж мы все равно, у нас язык без костей, языки без костей, и все равно мы наши подкасты практически без редактирования публикуем, а не замахнутся ли нам на стрим, скажите, пожалуйста, было ли бы вам интересно, если бы какой-то из наших подкастов мы записывали онлайн с возможностью интерактива, комментариев и все такое. Ну и вообще будем признательны за ваши отзывы, вопросы, вбросы тем и все такое по нашему подкасту. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо. Всем пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok